Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу! Братья и сестры, и написано, что Он есть путь, истинная жизнь. Он сам это сказал, это Его слова записаны были Иоанном, что Он есть путь, истинная жизнь. Действительно так оно и есть. И Он подчеркивает сам, своими словами подчеркивает, и Иоанн это доносит до нас в своем Евангелии, что нет другого пути. Он говорит, никто не приходит к Отцу, никто не придет к Отцу, как только лишь через Него, через Иисуса Христа. Слава Господу! И этот путь, по милости Господней, открытый путь. Это не скрытый путь, это открытый путь. Это не потаенный какой-то путь, знаете ли, такой закамуфлированный, завуалированный. Нет, 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 он открытый. Уже два тысячелетия. Если вот перед пришестием Христа, честно говоря, так вот, положа руку на сердце, было больше все прообразами, было больше все гадательно. Хотя люди тоже понимали пути спасения, безусловно, конечно. Вот, пути жизни понимали, разумели, говорили об этом, проповедовалось об этом. Но было все больше, более так гадательно, прообразами. Вот, и земная жизнь Иисуса, она являлась и, в общем-то, она явилась действительно таким важнейшим моментом историческим, не только Бога воплощения, но и исполнения, исполнения, слово исполнения всех этих чаяний человечества о спасении. И в земной своей жизни, на самом деле, Иисус, Он исполнил закон. Он, особенно в Своем служении, выйдя на служение Своем, в 30 лет, Он начал действительно, как Слово Божье. Со Слова, с проповеди, ну и даже до того еще, на Иордане крестившись, потом врагу, ответив сатане, ответив достойно на все искушения, Словом Божьим. Вот, и затем, вот, мы читаем Нагорный проповедь, да, это классический пример такого, скажу, стыка заповедей, да, Ветхого и Нового Заветов. Это и Ветхий Завет, с одной стороны, с другой стороны, уже, вот, преддверие Нового Завета. И вся земная жизнь Иисуса, Его служение, особенно Его служение земное, явленное в чудесах и знамениях Слова Божье, в чудесах и знамениях Бог говорил о Своей любви, Бог являл Свою любовь, Бог являл Себя. Через Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, в Иисусе Христе Он являл и проявлял Себя, Бог Всесильный, Всемогущий. Слава Тебе, Господь! Слава, слава, слава и хвала, Господь, слава! Аллилуйя! Благословен Господь! Благословен Бог наш! Благословен Спаситель наш! И в завершение Своего земного пути Иисус, уже исполнив все, исполнив Свою миссию блистательно, Он с учениками беседуя, с учениками ужиная в последний раз, Он действительно провозгласил Новый Завет в крови Своей, в крови Иисуса Христа. Новый Завет уже два тысячелетия, Он провозглашается, Он является этому миру. Новый Завет, в который вступают миллионы и миллионы верующих. Уже два тысячелетия кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. И на том последнем ужине, уже после ужина, когда уже они все съели, выпили уже, И Ишуа, Иисус взял последний бокал, и Он после вечера это вдруг ошеломил учеников, сказал им, что это есть кровь Моя Нового Завета. Кровь Моя Нового Завета. И хотя Его кровь была еще в нем, получается, да, еще не было вот этих страданий нечеловеческих, не было еще вот этого пролития крови, да, и смерти на кресте. Но де юре уже было провозглашено все это. Де юре юридически уже было провозглашено. Новый Завет в крови Господа Иисуса Христа. А через несколько часов и де-факто это произошло. Фактически, да, потому что действительно, мы читаем в Евангелиях, как это происходило. Мы читаем это в Евангелиях и у Матфея, и у Марка, и у Луки, и у Иоанна. Читаем об этом и содрогаемся внутренно. И мы уже два тысячелетия, друзья, возвещаем смерть Господню. Возвещаем смерть Господню. Это великое чудо спасения. Потому что Иисус, движим этой любовью, пошел на Голговский крест за нас. На распятие, на страдания за нас. Чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Спасибо тебе, Господь. Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной. Благословен ты, Господь, Отец наш, Ава, Отче. Возлюбивший мир и отдавший Сына Своего, Единородного Своего. Дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Жизнь вечную, бесконечную. Счастливую, пресчастливую жизнь. Новую жизнь. Через кровь святую Иисуса Христа. Слава тебе, Господь. Благодарю Тебя, Бог Всесильный, Бог Всемогущий. Благодарю Тебя за Агнца Твоего, моего Спасителя, Господа моего, Иисуса Христа. Благодарю Тебя, что кровью Иисуса Христа я омыт от греха. Спасен навеки Твой Сын я, Твое Дитя. Через кровь Иисуса Христа. Я возвещаю поэтому с дерзновением с великим. Возвещаю с радостью и со слезами. Возвещаю это. Смерть Господа Иисуса Христа. Смерть Господню. В которой моя жизнь. В которой мое исцеление. В которой мое благословение. Я возвещаю смерть Господа Иисуса Христа всему миру. Сегодня и вот в этот утренний час, в час утренней молитвы, в прямом этом эфире. Возвещаю всему миру. Всем людям, кто подключается сейчас или потом в записи будет смотреть. Всему миру, всему свету. Всем, всем, всем. Возвещаю смерть Господню. Христос Иисус умер за тебя, за меня, за всех нас. Христос Иисус пролил свою кровь, отдал свою душу, жизнь свою за нас положил. И я возвещаю смерть Господа Иисуса Христа сегодня всему миру, всему белому свету. Слава тебе Господь. Слава, слава и хвала. Слава и хвала. И сегодня в причастии, друзья, братья и сестры, мы провозглашаем смерть Господа Иисуса Христа, через которую пришла жизнь. Спасибо, 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 Господь. Спасибо, спасибо. Благословен Бог наш. Братья и сестры, и с Колоссяном, послание 4.2. Будьте постоянны в молитве, Павел пишет, бодрствуя в ней с благодарением. Будем постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Потому что в молитве, как мы бодрствуем? Когда мы начинаем благодарить Бога. Спасибо тебе, Господь. Братья, кто подключился, пишут, аминь, 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 слава ему вовеки, аллилуйя. Братья, Виталий, Александр, Виталий, Арсений, всех вас благоставляю. Молодцы. Провозглашаем, действительно, аминь. Кстати, аминь, друзья, это одно из имен нашего Господа. У него много имен. Он открывается порой в разных своих именах, Господь, в Библии. И одно из его имен, это аминь. Он говорит, так говорит, аминь. Спасибо тебе, Господь. И поэтому, когда я говорю аминь, это с одной стороны, да, я это утверждаю, я говорю, да, да будет так. Это истина, правда, да будет так. Но с другой стороны, я тоже провозглашаю имя моего возлюбленного Господа. Я говорю аминь, я подразумеваю Иисус. Я говорю Иисус, я подразумеваю аминь. Значит, истина, в нем все обетования, да и аминь. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благодарю тебя, Господь, аминь. Ты великий аминь, с большой буквы аминь. Действительно утверждающий так, да будет так. Истина, с большой буквы истина. Да, это ты, Господь, спасибо тебе. И сегодня, провозглашая, Боже, Слово Твое, Боже, как Павел наставляет нас в послании к Голоссянам, будьте постоянны в молитве, бодрствуй в ней, с благодарением. Боже, действительно, когда мы молимся, Боже, это ободрение приходит. Бодрость наша, Господь в тебе, Боже всемогущий. И с благодарением мы, Господь, постоянны в этой молитве нашей. Слава тебе, Господь. С благодарением. Слава тебе, Господь. Благодарим, благодарим, за Твою любовь, благодарим, благодарим. Достоин ты вечной хвалы, за Твою любовь, благодарим. Тебя я благодарю, благодарю. Достоин ты вечной хвалы, за Твою любовь, благодарю. Тебя я благодарю, благодарю, за Твою любовь и доброту, благодарю. Спасибо тебе, Господь, благодарю тебя, Господь, благодарю тебя за любовь и доброту твою, Боже. Никто не благ, как ты, Бог наш, слава тебе. И в этот утренний час обновляется милость Твоя к нам, Господь, обновляется жизнь наша в Тебе. Спасибо, 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 Господь, спасибо. Благословен Бог наш, благословен Спаситель наш, Создатель наш, слава тебе, слава, 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 аллилуйя. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Спасибо, спасибо. Благодарность ты прими от нас сегодня, Господь. Благодарность за все, благодарность за жизнь. Я благодарю Тебя, благодарю Тебя, Господь, сегодня в этот утренний час, Боже всемогущий. Благодарю Тебя за жизнь, благодарю Тебя, Господь, за все, за спасение. За Слово Твое, которое есть жизнь наша Боже, спасибо О, спасибо, спасибо, спасибо Аллинуя, спасибо Спасибо за апостола Павла Спасибо за его эти вдохновленные Тобою послания Спасибо, которые до сих пор нас назидают, наставляют, вразумляют Спасибо, потому что Слово Твое, оно живое Действительно, оно живое, спасибо Все, что Ты даешь, оно все живо, действительно, оно приносит жизнь Все, что от Тебя, оно дает жизнь нам, действительно И приносит жизнь в нашу судьбу, спасибо Аллинуя, аллинуя Будьте постоянны в молитве, Колоссянам 4.2 Бодрствуя в ней, с благодарением И дальше там написано Молитесь также и о нас Чтобы Бог отверз нам дверь Для Слова Возвещать тайну Христову За которую я и в узах Дабы я открыл ее Как должно мне возвещать Тайна Христова Великая тайна, самая великая тайна О которой Павел говорит, да, в посланиях своих О которой Говорит весь Новый Завет Так или иначе Весь Новый Завет Говорит об этом Об этом Об этом таинстве Я даже говорю так обычно Не просто тайна, да А таинство Таинство Таинственность такая некая Знаете ли? Таинство То есть это тайна Потому что в русском языке Сейчас немного другое уже значение Тайна, как вот именно Сокрытая, закрытая информация Какая-то тайна информация Да? Вот А здесь Правильнее Сказать не тайна, а таинство Слово таинство Оно лучше передает Как раз значение Вот этого послания Этого слова Самого собственно Потому что это не тайное знание Какое-то Павел передает Нет, а это таинство Таинство И тайна Это таинство В чем заключается? Христос в нас Упование славы То есть это таинство Христа, живущего В человеческом сердце Бога, живущего в человеках Это таинство Это не тайная информация Если до Иисуса Христа До нашей эры Это можно было назвать Где-то даже тайной Потому что Действительно Об этом Хотя пророки говорили Да И допустим Иеремия пророка говорил Да, допустим В 31 стихе 31 глава 31-31 Иеремия И дальше По писанию По тексту идут До конца главы Прямо дочитаете И вдохновляемся Мы каждый раз Что да Это Там просто такие слова Которые Они пророчески Говорят Об этой тайне Иеремия 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 Пророк Иеремия 31 глава И это было Пророчеством Это было еще Предзнаменованием Таинства Это было еще Тайной На самом деле Но уже было Сказано об этом Вот Иеремия Книга Пророк Иеремия 31 глава 31 стих Вот Наступают дни Говорит Господь Когда я Заключу С домом Израиля И с домом Иуды Новый завет Не такой завет Какой я Заключил С отцами Их В тот день Когда взял Их за руку Чтобы вывести Их Из земли Египетской Тот завет Мой Они нарушили Хотя я Оставался С ними В союзе С ними Говорит Господь Но вот Завет Который я Заключу С домом Израилевым После тех Дней Говорит Господь Вложу закон Мой Во внутренность Их И на сердцах Их Напишу Его И буду им Богом А они Будут Моим Народом И уже Не будут Учить друг друга Брат-брата И говорить Познайте Господа Ибо все Сами будут Знать Меня От малого До большого Говорит Господь Потому что Я прощу Беззаконие Их И грехов Их Уже Не воспомяну Более Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо Вот Брит Хадыша Новый договор Новый завет И вообще В других Писаниях Пророческих Ветхого завета Вот Было Предзнаменование Вот этого Чуда Великого Чуда Бога Поселяющегося В человеческом Сердце Бога Воплощения Но до момента Рождения Иисуса Христа До прихода Машиаха Это было Пророчеством Это было Предзнаменованием Это было Можно сказать Даже Тайной Такой Тайной Которая Приоткрывается Приоткрывающейся Тайной Но Со временем Уже Наступление Нового завета В наше Новозаветное время Для нас Уже Новозаветных Верующих Это не тайна Как закрытая информация Это уже Открытая Больше того Она открыта Не только верующим А всем Всем Для общего пользования Для всех Абсолютно Просто кто-то В это поверит Кто-то Этому не поверит Кто-то Это примет Кто-то Это не примет Но Как бы Хозяин-барин Насильным Не будешь Но Бог Предлагает Всем Людям Это дар Свой Дар Божий Во Христе Иисусе Жизнь Вечная Жизнь Вечная Дар Бога Чтобы никто Не хвалился Бог уравнял Нас всех И малых И великих Уравнял Нас всех В Новом завете Кровью Иисуса Христа Оценив Наше искупление Самой Великой Ценой Во вселенной Всей Которая только Лишь могла быть Кровью Агнца Божьего Кровью Сына Своего Своей Кровью Спасибо тебе Господь И вот это Великое Таинство Христос В нас Упование Славы Спасибо тебе Господь Спасибо Аллилуйя 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 Александр Да Тоже здесь Никитин подключился Слово Написал Слава Иисусу Христу За его смерть Его воскресение Из мертвых Аминь 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 Аллилуйя Спасибо тебе Господь Потому что Он Умер За грехи Наши Предан был За грехи Наши Но воскрес Для нашего Оправдания Христос Воскрес О Братья Сестры Сегодня Совершаем И хлебопреломление Совершаю Евхаристию Причастия Рассуждаю О теле И крови Господа Моего Спасителя Моего Иисуса Христа Провозглашаю Великое Евангелие Я говорю Слово Божье Сейчас Евангелие И всем Вам Друзья Каждому Из вас В отдельности Всем Вам Вместе Но я Я говорю Также Это Евангелие Самому Себе Напоминаю Самому Себе Когда Я не имею Возможность Подключиться Допустим Вот Выйти В эфир То Все равно Я напоминаю Себе Это Евангелие Каждый раз Каждое утро Вечером Днем В течение Дня Ночью Пробуждаясь На молитве Я говорю Да Кровью Иисуса Христа Я Омыт От греха Душа Моя Слав Господа Я помню Какою Ценою Я спасен Я Просто Ну Действительно Благодарю Его За То Что Он Спас Меня Кровью Своею Святой Что Я Спасен Я жив Благодаря Ему Он Заплатил Он Отдал Свою Жизнь И Теперь Уже Не я Живу А живет Во мне Христос Да Я Обязан Ему Всем Просто Напросто Всем И Моя Жизнь Это Его Жизнь О Спасибо Тебе Господь Спасибо 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 Тебе Господь Спасибо Тебе Господь И Это Самое Великое Что Просто Движет Человеком Верующим Каждый Верующий Я убежден Если По правдушному Верующий Не по Нарошку Если По правдушному Человек Верующий То Это Им Движет На самом Деле Вот Это Осознание Это Любовь Что За Меня Отдал Свою Кровь Жизнь Свою Иисус Что Я Обязан Ему Теперь Всем Моя Жизнь Ему Полностью Принадлежит Я Обещал Служение Ему Доброй Совести И Мое Служение Теперь Это Он Это Он Вот Почему Я Проповедую Слово Божье Вот Почему Я Исцеляю Людей Очищаю Прокаженных Воскрешаю Мертвых То Что Библия Говорит Да Совершаю Почему Потому Что Да Он Отдал Моя Спасибо Тебе Господь И Я Не Могу Иначе Как В той Песне Помните Пелось Да Я Не Могу Иначе Просто Просто Есть Действительно Есть Вещи Которые Просто Я Не Могу Иначе Если Я Спасен Если Я Принял Эту Жизнь Вечную Если Христос Живет Во Мне То Все Это Я Просто Не Могу Иначе Человек В котором Поселяется Грешить Просто Ну Уже Не В Состоянии Просто Просто Во Христе Когда Христос В нас Поселяется И он Пропитывается Нами А мы Пропитываемся Им То Если Мы Находимся В этом Процессе Да Он Пропитывается Нами Мы Пропитываемся Им Баптизом Это Совершается То Ой-ой-ой Ведь Так же Написано Иисус Как Говорил Кто Уверует И Крестится Спасен Будет Кто Не Уверует Осужден Будет То есть Не Уверование Приводит К осуждению Да А Уверование Приводит К этому Баптизу Крещение Это Это Вся Наша Жизнь Это Крещение Во Христа Наша Вся Жизнь Это Погружение В Него Пропитывание Им Богом Нашим Аллилуйя Спасибо Богу За Все Света Тоже Пишет Шалом Благодать На Благодать Всем Аминь Аминь Друзья Аминь Аминь Светлана Аминь Братья Сестры Дорогие Друзья И Сегодня Совершаю Хлебопреломление Причастие Евхаристию Спасибо Тебе Господь С Верой Надеждой И Любовью Принимаю Причастие Хлебопреломление Мы Погружаемся Христа Александр Пишет Никитин Да Как Воду Да Так И Есть Погружаемся В него Как Воду И Пропитываемся Им Хороший Пример Вот Для меня На всю Мою Христианскую Жизнь Я думаю Хорошая Иллюстрация Хороший Пример Вот На Мое Служение Хороший Пример Для Моего Служения Это Как Раз Пример С Этими Солеными Огурцами Да Вот Я Уже Много Раз И в Киеве Находясь Там Пример Иллюстрацию Приводил Такую Наш Отец Алексей Он Привозил Значит Эти Банки С солеными Огурцами Вот Значит И Там Да Спасибо тебе Господь Очень наглядный Пример Очень наглядный Пример Потому что Как раз Ну Момент Вот Баптизо Слово Баптизо Использовалось В Эллинизме Да Использовалось В греческой Культуре В языке В этом Кое На речи На котором Написан Новый Завет Для описания Соленя огурцов И вот И Я когда это Прочел Когда узнал Об этом То Знаете Для меня Как для художника Это очень хороший Образ Вот Я погружаюсь В него И пропитываюсь Им И Малосол Малосольные огурцы Греки Не называли Баптизо То есть Это не баптизские Были огурцы На самом деле А баптизские огурцы Какие были Для греков Того времени Времен Иисуса Христа Да и до Иисуса Христа Лет за 300 Еще В литературе Эллинской Так описывалось Да и после Иисуса Лет 300 500 Даже Вот Это слово Так и употреблялось В современном греческом Все попроще Конечно Современный греческий Более упрощенный язык Вот там Баптизо Используется Еще со средних веков Для обозначения Просто Окунание Погружение В смысле Окунание Вот Это баптизо Но в старом греческом языке Другое значение Было этого слова Именно баптизо Означало Именно Погрузиться И там и остаться И полностью пропитаться Всем тем Во что-то погрузился Да вот именно И для описания Соления огурцов Или прокраски тканей Тоже использовалось Это же слово Баптизо Но опять-таки Прокраска ткани Если она только началась Это еще не баптизо Или допустим Она уже вроде как бы Ну Хозяин допустим Да Продавец Выдает ее За прокраску За баптизо Но если после всех Стирок Варок и парок С нее краской Выходит И она Меняет цвет свой Ну теряет свой цвет Яркость свою То греки Не называли это баптизо уже А баптизская ткань Настоящая Прокрашенная Пурпур допустим Да вот в древности Ценился Царская ткань такая Из малюцков Там вырабатывали Краску Там из Ну пигмента Это вообще интересно Очень даже И вот Так вот Когда баптизо называли Ткань Это означало Качественная Прокраска Ткани Когда уже Никакие стирки Парки Варки Там Не страшны Этой ткани И она После всех стирок Не меняет Своего цвета Краска Не выходит Из этой ткани Они говорили Это баптизо И огурец То же самое Если он малосол Соль только лишь На шкурке Да И как бы он Сочетает еще Свежее и Соленое Значит То Он еще похож В чем-то Да По внутренности Своей По крайней мере Похож на Своих собратьев По грядке Которые там Остались погибать На грядке Мир И всего Как говорится То такой Огурец молодец Он еще не баптизо Он еще не баптист И как бы В нем еще внутри Вот от того Еще старого Много всего И малосол Греки не называли Баптизо Вот А баптизо Называли что Какой огурец Какие огурцы Которые уже прошли Вот эту пропитку Просолку И уже имеет соль Не просто на шкурке А имеет соль в себе Уже Внутри себя имеет соль И вот Новый Завет Говорит нам Как раз Имейте соль в себе Не просто на шкурке Будьте христианами Снаружи Да Вот Те кто Снаружи христианин А внутри Не христи То Значит Это не баптизо Это еще не баптист настоящий Настоящий баптист Это тот Кто Вот действительно Имеет соль в себе Уже Пустил Христа Принял Христа Верою Внутри себя Это удивительный процесс Это благостовенное время Принимать Христа Верою И Это Ну Всю жизнь Христианскую Нашу Мы принимаем Христа Верою Глубже и глубже В свое естество И он живет в нас Живет И мы пропитываемся им А он пропитывается нами Это благостовенное Удивительное Таинство Как и огурцы Они С одной стороны Они пропитываются Всем тем Рассолом В который они попали Там Чесночок Там перчик Травка Всякая Соль Сальца Все это Значит Весь этот дух Весь этот аромат Вся эта соль Она идет Внутрь огурца Да Но огурец Тоже отдает Свое Да Вот Свой аромат Неповторимый Огуречный Как раз Этому Рассолу Вот И мы Когда пьем Рассол Допустим Я люблю Если очень вкусный Рассол Такой Допустим Вот Это потрясающе Вот То действительно В нем есть И дух Этого огурца Александр написал Тоже здесь пишет Мы умираем Для греха Погружаясь В него Выходя из воды Новой тварью Воскрешаясь К новой жизни Пропитываясь Его солью Не снаружи А внутри нас Аминь Аминь Слава Богу Спасибо тебе Господь За все Братья и сестры Благоставляю Всех вас Сейчас И совершаем Причастие Евхаристию Это таинство Таинство И возвещение тайны О которой Павел Пишет Колоссянам Да То что я прочитал В начале Вот Четвертой главе Да Второй стих Третий Четвертый стих Там как раз Павел Это говорит О таинстве О тайне Лия Тоже Доброго Божьего Божьего Доброго Божьего Аллилуйя Спасибо Вот И Таинство Христос Живущий в человеке И Самым сильным Для меня Самым сильным Ворожением Этого таинства Этого таинственности Является Тело и кровь Господа Иисуса Евхаристия Причастие Хлебоглавление Вот У меня здесь Вот Моца Опресники И Вода Если у вас Есть сок Налейте себе Соку Виноградного Возьмите себе Хлебушка Вот У меня Вот Просто вода И просто хлебушек Простой совершенно Вот Причастие Это Не просто Качество Вина Или хлеба А качество Нашего рассуждения Сегодня Нашей веры О теле и крови Господа Иисуса Поэтому Причастие Я часто Даже Не имею Другой возможности Допустим Совершаю Просто Хлеб и воду Беру И причащаюсь Телом и кровью Господа моего Иисуса Христа Причастие Это Не качество Говорю Даже если у вас Вино там Прямо с виноградников Израиля Допустим Да Вот И кошерное И Прямо с Израиля Привезенное вино Допустим И хлеб у вас Выпеченный Может там Прямо в Израиле Непосредственно В Иерусалиме Где нибудь Допустим Да Вот И вы Принимаете Причастие Само Причастие Евхаристия Не качество Это Нет Качество Причастия Это Действительно Это наше Вот здесь И здесь Это причастие Совершается умом И сердцем Нашим Душой нашей Вот Спасибо тебе Господь И я принимаю Сегодня Не просто Вот Маца Да Немного Пасхальные Оставшиеся Мацы И вот Немного Водички Здесь Нет Я принимаю Тело и кровь Моего Господа Иисуса Христа Тело Христово Примите Источника Бессмертного Вкусите Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо 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 Иисус Спасибо За Все Спасибо Родной Спасибо 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 Благодарю Что свободу Мне дал Что за меня Жизнь свою Ты отдал О Спасибо Иисус Спасибо Иисус Спасибо Господь Спасибо 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 Благодарю Что свободу Мне дал И спасенье Мне дал Исцеленье Мне дал Я спасен Исцелен Благословлен Кровью Агнца Божьего Иисуса Христа И ни в ком Другом Нет спасения Ибо нет Другого Имени Под небом Данного Нам Человеком Которым Идрежало бы Нам Спастись Которым Я спасен Которым Я спасаюсь Спасибо Спасибо Тебе Господь Благодарю Тебя Господь За жизнь Вечную Благодарю Тебя За дар Жизни Вечной Во Христе Иисусе Господе Нашем Аминь 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 Спасибо За Голгофу За кровь Я тебя Благодарю За воскресенье Твое За победу Твою За жизнь Вечную Бесконечную Жизнь Счастливую Пресчастливую Благодарю Тебя Отец Бог Мой Царь Мой Игова Творец Неба И земли Благодарю Тебя Иисус Христос Спаситель Мой Господь Мой Царь Мой Бог Мой Благодарю Благодарю О Дух Дух Святой Благодарю 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 за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, О Дух Святой, за все я благодарю. Я Тебя, Господь, люблю. Я Тебя, мой Бог, люблю и за все благодарю. Я Тебя, Господь, люблю и за все благодарю. Тело Христово. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. 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 Тело Христово примите. Источника бессмертного вкусите. Аминь. 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 Амин